Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши виртуальные экскурсии по Тамбовской области и посетим с вами место, где располагалась знаменитое усадьба рода Баратенских Мара. Сегодня посетить то, что осталось от некогда знаменитого имени, вы можете, отправившись в Кирсановский район и найдя на карте такой населенный пункт, как Сотлинка. Вот об этом, об истории рода Баратенских на Тамбовской земле, о том, какова была Мара, родина, духовная колыбель великого русского поэта, и что осталось от нее сегодня, об этом мы с вами узнаем сегодня. Итак, род Баратенских на Тамбовской земле. Путешествие в бывшее имение Мара, Софинка, Кирсановского района Тамбовской области. Перед вами портрет Евгения Абрамовича Баратенского. Я напомню вам годы его жизни. 1800-1844 год. Как вы знаете, Тамбовская земля была привлекательна не только в экономическом, но и в политическом смысле для многих выходцев старинных русских дворянских родов. Усадьба в имении Мара была пожалована братьям Баратенским, которые по происхождению вели свой род от поляков гораздо позже, чем это происходило, допустим, с родом Баранцовых или с родом Голицыных, в начале 19-го столетия. Один из самых ярких наших земляков, поэт Евгений Абрамович Баратенский, который был близким другом Пушкина и Дельвига, родился в селе Вяжли Тамбовской губернии. Ныне это село Марьенко Кирсановского района. Но детство его прошло в соседнем имении Мара, которое родители начали строить, когда Евгению было два года. Именно это место вдохновило его на написание стихотворений, и они приобрели свой уникальный великофилософский характер. В переводе слово Мара переводится как овраг, и если верить граверам, изображающим Мару такой, как она была, мы увидим несколько готический усадебный замок, построенный на вершине оврага, окруженный такой достаточно экзотической растительностью. И вот Мара достаточно экзотическое такое место. Сегодня о ней напоминают лишь фундамент дома и храма, парк, который несколько раз вырубали, и восстановленный семейный некрополь. Благодаря художникам-картинам реконструктора Шпильчина и сохранившимся музейным фотографиям, мы все же можем заглянуть в прошлое. Итак, усадьба была основана генерал-лейтенантом Абрамом Андреевичем Боротынским, отцом поэта. В конце XVIII века российский император Павел I наделил имением двух своих подданных братьев Боротынских. За усердную службу он пожаловал им две тысячи душ, крестьян из Тамбовского села Вяжле и Смоленского Будаева. В 1800 году в Вяжле рождается Евгений Боротынский, будущий поэт. Вскоре начали строить мару, ее посещали писатели, композиторы, научные деятели. Не раз возвращался сюда уже повзрослевший Евгений Абрамович Боротынский. Здесь нельзя не вспомнить знаменитые станции Боротынского, написанные в 1827 году. Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханной остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовые чаще, приют младенческих годов. Когда-то на въезде в усадьбу стояли два столба в виде обелисков с изображением герба рода Боротынских. Въездная дорога вела через лужайку, в конце которой начиналась аллея, ведущая к дому. Слева от въездной аллеи располагался уголок усадебного парка, его ограждал невысокий забор. Ну а справа находилась березовая роща. Парк был регулярным, его композиция была симметричной, и цветники под окнами располагались строго с учетом геометрических соображений. Большая леповая аллея делила усадебную территорию на две половины. С одной стороны располагался фруктовый сад, с левой – жилые и хозяйственные постройки. Парковая зона плавно переходила от французского к пейзажному стилю по мере удаления от усадебного дома. Парк был полон лужайками, извилистыми тропами, мостиками, трудами. Парк этот сохранился в запущенном виде до сих пор. Путеводителем по нему вполне можно считать стихотворение Баратынского «Запустение». Я прочитаю небольшой фрагмент. Душой задумчивый медлительно я шел с годов младенческих знакомыми тропами. Художник опытный их некогда провел, увы, рука его изглажена годами. Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход случайно протоптал. Сошел я в дол заветный, дол первых дом моих лилетель приветный. Туда знакомого искал красивых вод, искал прыгучих вод мне памятной каскады. Там, думал я, к душе моей, толпою полетят виденья прежних дней. Вообще! Лишенные хранительной преграды далече воды утекли. Их ложе поросло травою. Приют хозяйственный в нем ульи обрели, и легкая тропа исчезла предо мной. Ни в чем знакомого мой взор не обретал, но вот по-прежнему лесистым косогором дорожка смелая ведет меня. Обвал вдруг поглотил ее. Я стал и глупь нежданную измерил грустным взором. С недоумением искал другой тропы. Иду я, где беседка тлеет, и в прахе перед ней лежат ее столпы, где остов мостика дряхлеет. И ты, величественный грот тяжелокаменный, постигнут разрушением. Не угрожаешь уж паденьем. Бывало в летней зной прохлады полный свод. Что ж, пусть минувшее минуло с новой тучей, еще прекрасен ты, заглохший Элизей, и обаянием могучим исполнен для души моей. Ну что ж, мы с вами сделали вот такую умозрительную прогулку. Мы совершили ее вместе с Боротынским, который уже во взрослом возрасте посетил родовое имени. Разумеется, сейчас не осталось того, о чем пишет поэт. Ну, попробуем восстановить это силой своего воображения. В западную сторону аллея продолжалась узкой дорожкой к церкви и семейному кладбищу, в котором похоронены мать поэта, его сестра и братья, тетки, вдова и дочь русского поэта Дельвига. Вот место. Раньше так выглядела Воскресенская церковь в Сергивке. На этом месте сейчас установлен памятный крест, и там проводятся регулярные службы. В этом находится семейный некрополь Боротынских, который восстановили благодаря стараниям краеведов и инстекции охраны историко-культурного наследия Тамбовской области вместе со студентами ТГУ имени Державина. В 2000 году был восстановлен этот некрополь, и мы знаем, что разрушен он был сразу после революции. Вот этот некрополь, собственно, сегодня можно посетить. Там, среди могил родственников Боротынского, нашлось надгробие дядьки итальянца, учителя Евгения Боротынского, о котором сложены, например, вот такие строки. Беглец Италии, жиачинка, дядька мой, янтарный виноград, лимон ее золотой тревожно бросивший, корыстью уязвленный, и в край, суровый край, снегами покоренный, приставший с выбором загадочных картин, где что-то различал и видел, ты один. Прости наш здравый смысл, прости, мы та из нации, где брату вашему всех меньше спекуляций, никто их не купил. Вдохнув, оставил ты глушь севера тебя привлекшие мечты, зато воскрес сей ум на все пригодный, твой итальянский ум и с нашим очень сходный. Ты счастлив был, когда тебе кое-что дал, почтенный для тебя богатый генерал, чтоб в силу строгого с тобою договора ты дал мне благодать нерусского надзора. Благодаря богов с тобой за этим след, друг другу не были мы чужды двадцать лет. Вот такой учитель жизни, дядька итальянец, таким другом, а не только наставником, был он, конечно, для молодого поэта. Сам дом Баратынских был характерен для владельцев среднепоместного дворянства, у которых не было в наличии больших денежных сумм для строительства усадьбы. Это была одноэтажная деревянная постройка с довольно практичной планировкой комнат. Возведение дома совпало с господством классицизма в архитектуре, что отразилось на его композиции. Первоначально дом имел форму прямоугольника, в центре фасадной части которого выступала в сад полукруглая беседка с белыми колоннами. В последующем дом был перестроен и приобрел, собственно, черты готического замка. Вот так изначально выглядела усадьба Баратынских. Скромный дом, как называл его сам поэт. В следующем усадебном будущем этот дом оброс новыми постройками. К нему добавили жилые комнаты, зимний сад и, наконец, балкон-террасу и двухэтажную башню, которая создавала такое экзотическое впечатление. Пожалуй, главной достопримечательностью поместья был усадебный грот в парке. Экстерьер грота, скорее всего, был навеян архитектурой Гатчины, где некогда служил отец поэта. Фасад здания напоминал полуготический замок. И нижняя его часть была сложена из неотесанного серого известняка. Все остальное строение – красный кирпич. Окна в гроте были овальные, слегка заостренные кверху с цветными стеклами. Над одним из входов находилось большое кругло-готическое окно – точная копия одного из окон леснистерского аббатства. Ну, а на другой стороне парка для асимметрии была выстроена из красного кирпича башня с воротами готического вида. Сегодня деятелями культуры стал подниматься вопрос о возрождении. Умаров ее был он великолепный. Праздники, посвященные усадьбе Боротынских, регулярно проводятся на родине. Поэтом, краеведом Владимиром Евгеньевичем Андреевым, по инициативе которого в ближайшем будущем, если ничего не изменится в худшую сторону, в соседнем усадебном доме соседей Боротынских помещиков Маркова, где долгие годы располагалась местная школа, будет, ну, не в прежнем виде, но, тем не менее, будет устроен музей памяти поэта. То есть полностью это опустевшее на ней здание перейдет в собственность музея. Мы будем очень ждать этого момента. И хотелось бы этот разговор наш небольшой сегодняшний завершить тоже стихотворением Родины, безусловно, навеянным памятью о местах столь дорогих поэту, памятный лист, который установлен на одной из центральных улиц нашего города. Я возвращусь к вам, поля моих отцов, Дубравы, мирные, Священный сердцу кров, Я возвращусь к вам, Домашние иконы, Пускай другие чтут Приличия законов, Пускай другие чтут Ревнивый суд невежт, Свободный, наконец, от суетных надежд, От беспокойных снов, От ветреных желаний, И спив безвременно, Всю чашу испытаний Не призрак счастья, Но счастье нужно мне. Усталый труженик, Спешу к родной стране Заснуть желанным сном Под кровлею родимой. О, дом отеческий, О, край всегда любимый, Родные небеса, Незвучный голос мой В стихах задумчивых Воспел в стране чужой, Вы мне повеете, Спокойствием и счастьем, Как в пристани пловец, Испытанный ненастьем, С улыбкой слушает Над бездною во всех, И буря грозный свист, И волн нетежный рех, Так небо не моля О почестях и злате, Спокойный домосед В моей безвестной хате, Укрывшись от толпы Взыскательных судей, Кругу друзей своих, Кругу семьи своей, Я буду издали Глядеть на буря света. Нет, нет, Не отменю священного обета, Пускай летит к шатрам Бестрепетный герой, Пускай кровавых битв Любовник молодой С волнением учится, Губят часы золотые, Науки размерять Окопы боевые, Я с детства полюбил Сладчайшие труды, Прилежный мирный плуг, Взрывающий бразды, Почтение меча, Полезный в скромном деле, Хочу возделывать Отеческое поле, А раты ветхих дней, Достигши над сахой, В заботах сладостных Наставник будет мой. Мне, дряхлого отца, Сыны трудолюбивы, Помогут уточнять Наследственные мивы, А ты, мой старый друг, Мой верный доброход, Усердный пестун мой, Ты, милый огород. На отческих полях, Разведшие дни былые, Ты поведешь меня в сады Свои густые, Деревьев и цветов Расскажешь имена, Я сам, когда с небес Роскошная весна Повеет негою Воскреснувшей к природе, С тяжелым заступом Явлюся в огороде, Приду с тобой садить Корея и цветы. О, подвиг благостный, Мерчетин будешь ты, Богиня-пажитель, Признательные фортуны. Для них безвестный век, Для них свирели струны, Они доступны всем Мне за легкий труд, Плодами сочными Обильно воздадут. От гряд и заступа Спешу к полям и плугу, А там, где ручеек По бархатному лугу Катит задумчиво Пустынные струи, В весенний ясный день Я сам, друзья мои, У грега насажу Лисок уединенный И липу свежую, И тополь осребренный. Ти их отдохнет Мой правнук молодой, Там дружба некогда Закроет пепел мой И вместо мрамора Положит на гробницу И мирный заступ мой И мирную цельницу. На этом, дорогие друзья, Наша экскурсия в Мару Закончилась. Я думаю, что мы присутствуем с вами При таком важном моменте истории, Как возрождение усадьбы. Очень хочется на это надеяться. Мы будем с нетерпением ждать, Ну, конечно, не полного восстановления Мары, Но восстановления памяти о поэте, Серьезного, большого разговора о нем На уровне всей России. И кто знает, быть может, Точно так же, Как сейчас приезжают к нам гости Со всего мира На музыкальные праздники в Ивановке На родину Сатиных родственников Сергея Васильевича Рахманова. Так в недалеком будущем Будут приезжать к нам Литераторы, Литературы-веды, Все, кому дорого Имя замечательного русского поэта Евгения Бороденкова. Спасибо.